Друзья, всех приветствую на торговой сессии четверга. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Продолжаем вещание в рамках несколько обновленного формата, где я показываю графики, новости, на которые обращаю внимание, которые, на мой взгляд, могут стать причиной еще более ускоренной динамики того же самого доллара, за которым мы следим. Вчера, кстати, друзья, прям практически почесло уже руки, когда индекс американской валюты активно валился, достиг локального минимума на уровне 92.45. Мы чуть позже перейдем к графикам. Я еще раз пробегусь по тем значениям, которые есть, которые маячили, которые остаются целевыми ориентирами. Думаю, вы все прекрасно помните и понимаете, что сейчас нужно делать ставку только лишь на ослабление американского доллара, потому что мы ждем новые меры фискального стимулирования. Давайте к демонстрации экрана покажу, на что сейчас лучше обращать внимание. Начнем с небольшой вводной части. Не забывайте, друзья, о нашем прокачанном канале на YouTube, где очень много контента. Не только моего альтернативной, разной точки зрения, в том числе и тех партнеров, которые делают больше акцент на технический анализ. Я думаю, что с учетом такого количества контента у каждого из вас, друзья, есть возможность сочетать и фундамент, и технику, и на основании этого уже принимать решение. Кстати, посмотрите последнее интервью с Виталием Кухтой. Соответственно, очень много о трейдинге было сказано. Я думаю, что те из вас, кто только встает на путь трейдерского ремесла, этот ролик будет интересным. Друзья, не забывайте про то, что очень много контента я готовлю в текстовом формате. Он доступен на нашем сайте Amarkets в разделе «Свежая аналитика». Вот из последних, опять же, статей, которые я писал, это про влияние выборов на доллар и то, как, в принципе, может повести для себя дальше индекс американской валюты. Либо, если вы не интересуетесь непосредственно индексом доллара, пожалуйста, в классический дуэт защиты инструментов доллар и иена, где, по моему мнению, есть больше шансов все-таки выйти победителем японской валюты. Друзья, традиционно тоже, как же без этого, без констатации факта того, насколько все плохо сейчас с пандемией, можно даже обозначить в целом, если говорить про динамику именно того, как растет количество заболевших ежедневно. К сожалению, цифры страшные. Во всех регионах фиксируются чуть ли не рекордные показатели. В мире тоже статистика страшная. По Штатам. Раньше я показывал диаграмму, график того, сколько суточных случаев. К сожалению, пока что эта диаграмма по-прежнему лишь только портит настроение. Думаю, что даже не стоит сегодня делать на нее акцент. Ну, если кому интересно, опять же, секундочку, сейчас погрузимся. Несколько дней подряд в Штатах растет количество заболевших. Напоминаю, что ситуация с пандемией в США – это еще одна причина, почему сейчас власти должны торопиться с новыми мерами экономического стимулирования. И потом, чем хуже сейчас будут дальше развиваться дела именно с ковидом, тем хуже придется экономике в плане макроэкономических показателей. И вот, пожалуйста, еще одна причина, чтобы попытаться несколько исправить экономическую ситуацию, помочь экономике дополнительными деньгами, которые будут выделяться корпорациям, домохозяйствам и так далее. Короче, по данным, друзья, здесь нет никакого позитива. И, конечно же, учитывая, как, посмотрите на эту диаграмму, увеличивается количество ежедневных случаев, у кого есть риск повторного ввода ограничительных мер. Чему это может привести для экономики, вы все прекрасно знаете. К доллару. На какой позитив сейчас стоит ориентироваться тем, кто ставит, безусловно, на снижение американской валюты? Ранее я говорил о том, что фактически демократы отменили тот дедлайн, который был обозначен именно на минувшую форму. Потому что переговоры, как оказалось, пошли в более конструктивном ключе между республиканцами и демократами. И вот, в частности, глава администрации Белого дома Марка Медоуса отметил то, что прогресс был настолько значительным, что стороны приняли решение по горящим следам продолжить обсуждение, потому что есть очень высокая вероятность выйти на соглашение. Сделка может быть достигнута уже на этой неделе. Друзья, я думаю, что мы, как, наверное, и все инвесторы и трейдеры, которые следят за тем, как в Штатах сейчас продвигается именно факт согласования новых мероподдержки, можем быть оптимистами, реалистами. Можем, опять же, делать акцент на то, что сейчас новые меры экономической поддержки это вынужденная мера для властей. И я абсолютно уверен, что желание и республиканцев, и демократов все-таки бороться за вот этот компромисс, но как раз повышает вероятность того, что какое-то подобие финансовой помощи может прийти до выбора. Выборы в США запланированы на 3 ноября. Сегодня у нас 22 октября. То есть фактически есть полторы недели, в течение которых мы можем смело пока что до принятия решения о мерах поддержки ставить на ослабление курса американского доллара. Потому что как только новость придет о новых стимулах на площадке, это проведет к потенциально очень серьезному давлению на американскую валюту. И если вы будете ждать непосредственно того, когда это решение примут, вы можете просто не успеть, друзья, зайти на сделку. Поезд еще не ушел, возможности есть. Главное, принимайте решение правильно. Трейдинги, которые локально являются волей предпочтительными. Еще одна новость, на которую я хочу обратить ваше внимание, это тире, дополнительное важное фундаментальное событие, которое мы ожидаем в эту пятницу, если ориентироваться на московское время, в 4 утра. Завтра пройдут дебаты между Трампом и Байденом. Вот интересная статья, друзья. Знаете, что, смотрите, пишут, что Трампа убеждает, что в этот раз с омолчанием для него действительно может оказаться золото. Дело в том, что слабой стороной Байдена считают не раз проявлявшиеся у него признаки старческого заката, включая постоянные ляпы публичных поступлений. То есть, если Трамп в этот раз будет меньше говорить, тем больше говорить придется Байдена и он может, опять же, посадить себя в ложу. Что касается общественного опроса, сейчас мы видим, что Трамп все-таки отбивает необходимые ему очки у Байдена. Конечно же, эти дебаты станут решающими, они будут последними. И если у Трампа есть четкая установка, все-таки склонить в свою сторону сомневающуюся часть электората, ему необходимо обязательно это делать. Я при всем общественном опросе, который присутствует сейчас на рынке, несмотря на то, что все без исключения ставят, хорошо, ладно, с небольшим исключением ставят на победу Байдена, все-таки отношусь к категории того незначительного меньшинства, кто считает, что все-таки у Трампа также сохраняются очень высокие шансы выйти победителем. Ну а в сухом остатке, друзья, я хочу отметить то, что неважно, кто одержит победу, и демократы и республиканцы обязательно первым, что сделают, это примут меры экономического стимулирования, причем объем этой помощи могут быть значительнее, отличаться друг от друга. У демократов даже фонд помощи может оказаться более значительным. Это все равно приведет к ослаблению курса американской валюты. Что касается важных отчетов, вчера вышли данные по запасам нефти США. Собственно, на графике вы сейчас видите, точнее, на ваших мониторах, запасы снизились на 1 миллион, однако локально это не привело к росту котировок нефти, на которые мы, друзья, с вами рассчитывали. Можно объяснить тем, что параллельно с сокращением запасов по нефти достаточно сильно выросли запасы бензина, они практически нейтрализовали эффект от сокращения запасов на нефти. То есть трейдеры локально поставили на резкое падение на спроса. Я также сейчас на графике покажу, что у нас есть локально по нефти. Не все так просто, опять же, для продавцов, и я по-прежнему считаю, что инициатива может оказаться на стороне покупателей. Сегодня, друзья, давайте посмотрим за динамикой по заявкам на пособие по безработице. В частности, в прошлый раз цифры, как мы помним, очень сильно разочаровали. 898 тысяч новых обращений. Сегодня по прогнозу мы увидим цифру 871 тысячи. Я думаю, что значение будет выше. То есть 900 – это все. Еще одно подтверждение. Катастрофическая слабость американского рынка труда. И причина ставить на дополнительное ослабление доллара. Потому что на эту статистику, друзья, точно будут опираться представители американского конгресса. Потому что ситуация с рынком труда явно вопит уже о том, что нужны деньги тем, кто находится сейчас без работы. Нужны чеки и нужна ликвидность для тех компаний, которые могут обеспечивать дополнительные рабочие места. Ну, что касается ситуации на рынке, она серьезным образом не изменилась. По евро мы были в длинных позициях. Сейчас локально хотели до уровня 1.18.42. Я думаю, что повторный заход для тех, кто раньше не покупал с отметки 1.18.20, не может принести очень хорошие вклады. Тем более, что смотрим на Кайман. Перекос в сторону сейчас продаж. Рынок идет причиной меньшего сопротивления. То есть длинные позиции в приоритете. И ждем тест от отметки 1.19. Фунт – бешеная волатильность. Вчерашний день рост больше, чем на 200 пунктов. Даже более серьезное восходящее движение, чем у европейской валюты. Это при том негативе, который есть с Брекзитом и с темой ковида. Фунт, друзья, опять же не трогаем. По индексу доллара ставка вниз. В моменте, когда я начал наш сегодняшний брифинг, индекс золор уже развернулся. Может быть, на тех новостях, которые мы с вами проанализировали. И, в принципе, на понимание того, что для него одна только дорога вниз. Ждем тесты 92-х контур. Золото, друзья. Вот очень хорошо линия тренда держится. Отбиваемся мы к нему. В то же время каждый раз линия тренда задирает уровни курса все выше и выше. Сейчас в случае, опять же, теста отбой может произойти уже не от отметки 1.900, а от 1.910. Но ставка в лонг сохраняется. Рынок нефти. Возвращаемся мы к нижней границе октябрьского коридора. Это 41.33. Я думаю, что на текущем новостном фоне вряд ли мы сильно ниже идем. Потому что, опять же, возобновление распродаж доллара должно будет оказать поддержку котировкам нефти. Но если все-таки будем поседать ниже, я думаю, что на следующих брифингах я актуализирую тему. Он расскажу вам. Я пока что держу все-таки длинные позиции. И доллар-канадец вчера активно валился. Но из-за того, что произошло с рынком нефти, пара также восстановилась, вернувшись к локальному сопротивлению 1.31.70. Здесь же проходит скользящая средняя. Сейчас мы топчемся рядом с ней, разворачиваемся. Я думаю, что это как раз перезаход на еще более глубокое снижение. Короткие позиции, друзья, в приоритете. На этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание и удачного вам торгового дня. Всем пока.